ребят всем большой привет и у нас сегодня праздник сегодня год моему каналу 70 мая 2018 года я очень рада что я продержалась на канале на ю тубе уже год у меня были попытки я думала в этом году что возможно придется забросить это дело но я рада что я его все-таки продолжаю и поэтому сегодняшний наш такой мини день рождения да все-таки это один год но зато круглая дата я хочу посвятить как раз тегу который так и называется тег про youtube я один только раз слышала этот тег от блогера анна флорида и я взяла переписала себе вопросы я сделаю на сайт на канал анны флориды в своем инфобоксе оставлю ссылочку я один только раз прослушала ее тег и ничего как бы не додумывала просто переписала вопросы сейчас села и вот при вас сейчас буду отвечать на них как есть первый вопрос сколько подписчиков на твоем канале на момент съемки этого видео момент съемки у меня 503 подписчика ура ребята я очень-очень рада ура у нас такая маленькая победа все-таки ну такое круглое практически число до 500 503 дальше второй вопрос говоришь ты youtube или youtube вы слушаете я даже до сих пор не знаю мне кажется я говорю вот как в данный момент у меня язык просто знаете как говорится брякнет так я и говорю как я говорю на ютубе на ютубе знать я говорю так и так и так и так и так я себя ловлю на том что я могу сказать и youtube и youtube не вижу разницы третий могла ли ты представить пару лет назад что стала бы видеоблогером нет не могла даже близко не могла знаете что я в принципе чек даже не знаю закрытый с одной стороны открытый с другой стороны очень закрытые у меня тоже такая знаете двойственная как бы линия в одном я открыта в другом закрыта и вот вещать кому-то о чем-то о чем-то своем мне это не могло прийти в голову и так дальше сколько часов ты тратишь на съемку видео это зависит от видео например вот коротенькое коротенькие видео последнее по моему коротенькое видео мне кажется было у меня на 9 минут которые я посвятила тому что я несколько дней назад так сказать да достаточно сильно отравилась сидя на диете дюкана ну вот если прям в среднем на меньше полдня у меня не занимает вот это все время так дальше а ребят слушайте вопрос то был сколько время я трачу на съемку видео на съемку не на монтаж монтаж оказывается это следующий вопрос это 6 сколько часов ты тратишь на монтаж в общем считаете что я поменяла до сделала такую версию и сначала вам ответила на 6 вопрос про монтаж то есть про монтаж это от грубо говоря от часа до пары дней в среднем полдня это стопроцентно часов 10 наверное так а вот по поводу на на съемку да ну чуть-чуть ответила тоже что вот если коротко если сразу снимаю видео то это есть она короткая вот за 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 один раз за один дубль раз сняла и все и вот она уже съемка завершена а если конечно ты это куда духе я могу ну и много чу я могу несколько раз переснимать потому что меня не устраивает там ну качество или еще что-то поэтому он не знаю ответил я или нет видео про францию составляет в основном несколько кусков может возможно снятых в разные дни поэтому тоже как сказать сколько я трачу да ну не знаю как то так дальше смотришь ли ты зарубежных видеоблогеров знаете что я их не смотрю я их слушаю да я ну смотрю на это можно конечно сказать но я имею ввиду что я слушаю музыку иностранных блогеров потому что я много слушаю иностранной музыки наши я не слушаю вам вообще да на я нахожу youtube каналы с интересной музыкой и я слушаю я не могу назвать как они называются как-то они у меня там закачаны но меня это я не запоминаю абсолютно и я смотрю опять же ту же зумбу или тут те же какие-то танцы такие ритмичные да какие-то занятия по касаемо здоровья и все все дальше последний последнее видео которое ты смотрела вот засада последнее видео которое я смотрела я просто последнее время смотрю все каналы моих товарищей и ребят с кем я дружу у меня не хватает просто время знаете вот иногда ну так вот открыть видео какого-то видеоблогера на которого я допустим там нужно не подписаны или что-то еще и смотреть не хватает я как правило поскольку только работы занимаюсь да то есть снимаю монтирую свое выкладываю и смотрю вот ребят на которых я подписана да вот с кем и особенно не просто я я там на многих подписана именно с кем я общаюсь более плотно кто постоянно отвечает мне кому постоянно пишу я то есть с кем у меня вот какой-то контакт какая-то связь налаженная вот я их видео просматриваю понимаете у меня нет времени вот так вот его что-то еще просмотреть но для души опять же моя музыка и моя вот туда мой спорт все какой последний вопрос это какой любимый и формат видео знаете мне понравились теговые видео десятый вопрос лайк дизлайк и твое отношение к хейтерам вот такой вопрос тоже вот это вопрос тоже интересный лайк дизлайк значит когда я смотрю я радуюсь всему на своем канале лайком и дизлайком мне все равно чё кто ставит я радуюсь любой активности на канале поэтому лайк дизлайк или мир равноценно что касается ставлю ли я сейчас ребят подождите да ставлю ли я сама лайки может быть это еще имеется ввиду значит да я ставлю лайки когда опять же я просматриваю видео или своих друзей или просто случайно бывает да там вроде смотришь друзей а тут справа колонка вылезла от похожие видео чего-нибудь там тебя заинтересовало раз открыла если мне нравится просто бездумно я не ставлю я ставлю по делу по делу что касается лайков дизлайки и я не ставлю никогда вообще никогда это не в моих правилах я считаю что каждый вот понимаете имеет право на ну на то что он это он это сделал как минимум потратил свое время зачем я буду ставить если мне не понравилось я просто вышла и все так а хейтера забыла про этих про этих товарищей ребят на слово хейтера от слова хейт ненавидеть до английского этих товарищей я делю на две категории как вам сказать первая категория это я не знаю как устроен youtube да я ну не могу об этом знать я просто предполагаю что первая категория это люди которые работают на youtube может они зарплату за это получают может быть я не знаю но вряд ли по какой-то другой причине думаю что все-таки это люди именно работающие на youtube и то есть без них знаете как скучно скучно жить да а тут когда вот вроде как а то знаете все так хорошо было да тут раз там наткнешься гадость еще гадости третья гадости завязывается перепалка и там что-то еще и это опять же привлекает ну да на твой канал привлекает подписчиков там не знаю еще что-то движуха движуха на канале идет то есть первая категория как ящик я предполагаю я не знаю этого может я не права сто раз может они не работают на youtube но это я так предполагаю что да там без них вот было бы скучно поэтому тот кто создатели ютуба придумали вот эту группу товарищей который очевидно просто ну как бы вода работает в этой области второе вторая группа товарищей это как бы сказать там это хейтеры которые как бы сказать и работают из любви к искусству да вот то есть это как-то действительно есть категория людей я думаю что их не так много но это на это надеюсь во всяком случае но которые просто любят действительно сказать какую-нибудь гадость вот я думаю что это наверное так потому что я тоже сама с этим столкнулась и это когда как я к ним отношусь я к ним никак не отношусь знаете я как правильно сказал как у шанель вы можете думать обо мне все что хотите но я не думаю о вас вообще вот так и я я не думаю о них вообще есть они есть знаете я о своих проблемах думаю мне хватает выше крыши да а проблемах моих близких а эти люди я считаю что они люди проблемные они возможно имеют гораздо больше там проблем и чего-то такого непонятного в голове тараканов и в душе какой-то гадости и просто им надо все это выплеснуть в какой-то момент они раздражены в какой-то момент они обижены в какой-то момент они завистливые все это из ушей лезет на голову давят знаете на все места там им давят им а тут ты сидишь такая вроде когда при параде вечно с улыбочкой еще что-то там вещаешь еще ты не урод еще ты вроде как не совсем дура ну и тут знаете вот лопается вот это какая-то последняя капля и он думает ну и чуть ты такая сидишь сейчас эти такую там добавлю ложку дегтя в твою бочку меда да ну чтобы тебе жизнь так медом не казалось поэтому как бы ну ради бога да ну не хочешь ты себя совершенствовать сидишь ты пардон на жопе ровно сиди дальше стал тебе легче да что ты как бы тут вот плюнул дунул и пошел ну и да и лишь бы тебе было хорошо вот а мне все равно поэтому значит вот мое отношение к которым такое дальше 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 самое любимое собственное видео самое любимое собственное видео я даже не знаю вы знаете я об этом никогда не думала и мне в голову сейчас ничего не приходит знаете это вот по мне так это как дети а они они все любимые я я у меня нет любимого теговое тут и теговое любимого видео абсолютно нет я я я я не могу мне даже ничего не лезет в голову у меня нет любимого видео они все мне дороги абсолютно потому что это все мои мои произведения или возможно я еще не создала такое вы знаете потрясающее совершенно видео которое в первую очередь потрясло бы меня и я бы его вот так настолько ярко выделила для себя и запечатлела в мозгу поэтому я уже ответил на этот вопрос любимого видео у меня нет на данный момент они любимые у меня все одинаково другой вопрос что я да конечно я вижу много ляпов своих особенно первые видео и действительно девчонки мне правильно писали многие видео очень затянуты наверное знаете хотя с другой стороны как вам сказать это на любителя например я я почему их такими делала понимаете я так чувствую я люблю это наверно идет из детства когда очень любила слушать радио и я слушала спектакли просто по часовые часовые спектакли я слышала я слушала голос интонацию роли я я все это себе представляла мне даже книжки ну книги это отдельная тема а радио радио маяк у меня был все мое детство это отдельная тема понимаете поэтому я я просто заслушиваюсь заслушивалась вот раньше некоторыми голосами передачами и и про спектаклями и прочее прочее поэтому для меня вот это это знаете настолько нормально но это как вот кино посмотреть да 5 минут меня не устроит меня серия устроит там 45 минут для того чтобы я вот получила полную ну как бы кайф полный от этого поэтому поэтому ребят вот так но ну наверное да я наверное знаете в среднем аудитория вряд ли выдерживает 40 минутное видео но знаете как я ведь старалась вещать вот да как как я это чувствовала а не на популяризацию так ответила наверное да дальше откуда берутся идеи для видео из головы берутся идеи для видео они берутся из моей головы они берутся знаете откуда когда я получаю какую-то информацию мне хочется с ней мне хочется ею поделиться с кем-нибудь ну в данном случае с с вами даст аудитории с моей потому что понимаете ведь информация как это кто владеет информацией тот владеет миром не все люди понимаете не все люди могут в тот или иной момент времени обладать нужной им информации и это зависит от очень многих параметров от того что у них нет времени прослушать просмотреть найти эту информацию от того что у них нет денег допустим да заплатить за эту информацию но и про консультация врача к примеру да а если я уже сходил на консультацию врача ну просто я говорю к примеру вам да чтобы вы поняли о чем я говорю например того же трихолога опять же я вам сто раз скажу там не смотрите не берите вот так огульно эту там да схему но например какие-то моменты я бы сама вам рекомендовала взять я также своей маме говорю к у которой сейчас тоже эта проблема ну уже связанные с возрастом конечно я также я говорю мама она вот не тут говорит оль ты мне напиши чем ты там вот шампунь это как эти называются которые действительно не надо пить таблетки какие я пью но пользоваться средствами для волос да конечно конечно именно ими и надо пользоваться то есть вот это вот пожалуйста вреда вам не нанесет вот какие-то такие вещи понимаете которые я могу просто бесплатно отдать вам не важно как я их получила не важно что я заплатил значит я могу и мне просто хочется отдать это чтобы ну чтобы вот чтобы тоже кому-то стало лучше просто у меня такое вот восприятие мира вот и все что я могу я я конечно отдам и все мне мне только будет от этого приятнее и мой внутренний мир станет от этого богаче из моей потребности быть полезной о только что придумала правильно у меня просто знаете вот это вот потребность она очень высокая и где могу я ее реализовываю реализую вот и тринадцатый вопрос знают ли друзья или знакомые о том что ты видеоблогер если да то как к этому относятся ребят я специально никаких своих друзей и знакомых не посвящала в это дело для чего я начала вести канал я его начала вести по двум причинам первая причина это самореализация она для меня очень важно и как вам сказать наверное я на тот момент когда я начала мне вообще эта мысль светлая пришла в голову вести канал я я я находилась в таком знаете раздраенном состоянии души когда вот если бы не youtube я даже не знаю что чтобы я делала и как бы чем как бы дело кончилось да потому что полный раздрай был в голове и у меня и в душе мне надо было найти себя я как-то немножко потерялась и меня было себя найти и я не знала как это сделать не было занятия которые бы занимала все моего пространство в голове и в душе примете не было дело которое бы доставляла мне вот такое вот удовольствие везде была одна вокруг меня было одна работа одна работа одну как бы дело понимаете но не приносящие мне вот удовлетворение так Ну, так удовлетворение, как бы я хотела. Знаете, не было дела жизни. О, как, дела жизни не было у меня. Я настойчива, но поскольку я знала, что это такое, потому что до второго ребёнка я работала в отрасли, которая просто меня, она меня захватила. Я очень правильно туда пришла и отдавала этой отрасли себя всю, просто всю. И я по ночам думала. Я думала, я придумывала для своей работы, ну, всё, что там нужно было придумывать. У меня настолько работал мозг, он работал, все, кто меня знают, вот и семья, и муж, и те мои коллеги по работе, с которыми мне никто не даст соврать, я просто сжила этой работой, как сумасшедшая, понимаете, я как маньяк была. Я бросала всё на это, абсолютно всё, все свои силы, всё здоровье. Работала шесть дней в неделю, практически семь, потому что седьмой день, воскресенье, я работала на дому на телефоне, потому что мне звонили в любое время, я никогда не отключала телефон и так далее. То есть я была на связи семь дней в неделю, а шесть я пропадала на работе. Я работала в таком режиме 11 лет. А потом, неважно почему, это пропало. У меня не стало больше этой работы. И у меня после этого началась, знаете, такая затяжная как бы хандра и депрессия, потому что ничего больше меня не интересовало. И вот к моменту начала открытия канала я была в таком состоянии неудовлетворенности собой, как личностью, как... Ну, мне казалось, что это всё, понимаете, это всё просто. Мир рушится, у меня нет интереса, мне неинтересно жить. И знаете, и вдруг, и вдруг вот я вот, знаете, я говорю, вот у меня так бывает, вот как вот с диетой дюкана, я раз, я решила, я всё должна сесть на неё. Прямо сейчас, прям сейчас, я хочу снимать. Я хочу снимать видео, я хочу вот это делать. Даже не знаю, почему. Я хочу. И всё, я стала это делать. Вот это была, вот это была такая сильная причина. Я не знала как. Я говорю, я вообще не умею с техникой. Вообще, я её боюсь, я вам больше скажу. Ну, вот честно, я просто вам объясняю, насколько тяжело мне это давалось и насколько я в это не могла войти. Фотографировала я, как обычный, я не какой там, я как обычный человек там просто, да. Я потом стала вникать во все вещи, как вот, чтобы там как-то, ну, посередине надо, как-то выровнять там, как-то что-то, как-то, чтобы свет там как-то. И вот опять же с этими программами, с редактором, как закачать на YouTube. Я сидела и и думаю, боже, как это, как девочки справляются-то, как они снимают эти виды, да как они потом на YouTube, да как они чего. То есть для меня это был полный тёмный лес. Ну, настолько было легко разобраться желание, вот настолько легко это делать, что я потихоньку, да, а ещё у меня вот у мужа у него такая позиция жизненная, что если ты что-то делаешь, делай сама. Водишь машину, води сама, как ты водишь. Да фиг тебя знает, как ты водишь, да. Села за руль, как-нибудь езжай. Да там, врезалась куда-нибудь или авария, ну не звони мне, как-нибудь справляйся сама, да. Ну вот так же это, засел ты хочешь YouTube? Да делай ты что хочешь, только сама. Да там, ну то есть вот так. Какой там, как там работает этот видеоредактор? Ну и возьми, разберись, как он работает. Тебе надо? Разберись. То есть если, ну поэтому вот так, наверное, ответила. Дальше. А, да, это была первая причина. А вторая причина, это, знаете, она уже появилась попозже, наверное, или я даже не знаю, как это вот к первой её совокупить, или это всё-таки вторая причина. Это возможность быть, наверное, наверное, услышанной. Услышанной, даже не столько увиденной. Понимаете, сколько это такой вот был крик, мне кажется, вот куда-то вот, да, куда-то крик. Это люди книги пишут, да, там о себе, там пишут мемуары, что-то ещё. Люди, когда у них проблемы, ходят к психологу, да. Я не хожу к психологу. Я один раз туда пришла, и немножко врач выбрал не тот тон, а у меня сразу я не могу, да. Да, я как услышала, как, понимаете, почувствовала, что это не то, что это мне делает ещё больнее, как он со мной разговаривает, как будто я, знаете, больная на самом деле психически. И я развернулась и ушла. Больше я не ищу психологов. Это было очень много лет назад. Но я просто не ищу по той постой причине, что я боюсь. Боюсь. И так тяжело вывылить, что у тебя на душе чужому человеку, да. Хоть он и врач, но он прежде всего для меня чужой человек. А когда ты вдруг, знаете, начинаешь там приоткрывать чего-то, да, свои проблемы, а тебе ещё в ответ, и ты понимаешь, что ты вообще не сюда пришёл, не к тому пришёл, и зря ты вообще сюда вот кому-то что-то попытался сказать. Поэтому, опять же, с возрастом, с проблемами, как у всех людей, с тем всем наваливалось, вот видно, это желание, знаете, опять же, проанализировать себя, поделиться какими-то, знаете, какой-то вот, от, наверное, от той же моей чистолюбивости и невостребованности, наверное, да, вот помимо того, что я просто хотела заняться творчеством и тем делом, которое меня, да, вот полностью вовлечёт, я ещё хотела именно вот какой-то такой внутренний самоанализ провести и внутреннюю какую-то переоценку и, знаете, посмотреть на себя со стороны, потому что меня муж тоже разгрыл, ну там, вот ты себя не видишь со стороны, вот если бы ты посмотрела на себя со стороны, ты бы там поняла там, да, вот что-то, какие-то вещи, а ты вот думаешь всё, что ты идеальное, что ты так, а я правда много лет думала, что я идеальная, ну правда, я думала, что у меня идеальный характер, То есть я думала, что практически со мной нельзя поругаться. То есть если кто-то начинает, то это он начинает, а я уже там вступаю дальше. То есть я не конфликтный человек по натуре своей, по началу, когда меня не трогают. Вот когда меня не трогают, мне кажется, добрее, милее и миролюбивее человека нет. Но пока не тронули меня. А дальше, да, уже, конечно, кутерьма, которая, очевидно, присуща просто мне уже как человеку, вступившему на тропу войны. Поэтому, ну и много, много вещей, действительно, я думала о себе в каком-то идеальном. Ну вот так вот я думала о себе, понимаете. Мне казалось, что просто совершенно не к чему придраться, не к чему там, да, вот, и это правда. Но с другой стороны, он мне все время говорил, вот ты просто не видишь себя. Вот ты там, потом дочь подросла и начала мне говорить примерно те же вещи. И, ну, понятно, я старалась, но ты не можешь, вот ты, ну, не можешь посмотреть на себя со стороны. И только когда ты по ту сторону экрана и видишь себя, и слышишь вообще, что ты говоришь, и как, ну, ты немножко начинаешь, понимаете, абстрагироваться. И ты уже на себя смотришь, как, ну, как вот какой-то вот я смотрю на себя в виде, думаю, вот там, да, вот это да, там, например, да. Или думаю, неужели я и правда так выгляжу там в такой-то момент, например. Не внешне я имею в виду, конечно, да, а иногда и внешне, когда там гнев какой-то проявляю или там мимику там. Мне всегда может быть, у тебя все на лице написано, да, что там скрыть ничего не умеешь, да, вот если там что-то такое. Я на тебя смотрю и сразу вижу, все там, я говорю, да нет, я нормальная. А оказывается, помочь, знаете, как себе самой, не вам, ребят, вам, ну, кому-то, да, это вот, как я сказала, быть полезной, но это второе для меня. Первое, я это делаю для себя, от того, что я очень самокритична к себе, от того, что мне кажется, что я не состоялась в этой жизни, как я хотела, как личность, понимаете. Ведь у меня были же хотелки, которые хотела я, не которые от меня требовал муж, или там требовали дети, или там, ну, как бы, требовали в том смысле, что там они возлагали или родители, которые возлагают на тебя надежды или что-то, понимаете. А я вижу, что я тут не оправдала, тут не оправдала, и в итоге я не оправдала от себя само, чего я хотела, понимаете, я не стала, кем я хотела. С этим вопросом дальше. 15 вопрос. Кто мне передал этот тег, это теговое видео, и кому я его передам? Да. Значит, передала мне, ну, мне не передала этот тег, я взяла его сама. Я увидела его, еще раз скажу, это Анна Флорида, ну, или Флорида. И кому передам? Ребят, я никого не передам. Я просто поставлю его на своем канале, и из тех девочек из моих, кто его увидит, из блогеров моих или неизвестных блогеров, еще мне, да, пожалуйста, естественно, это очень интересно. Поэтому с удовольствием, с удовольствием, девчонки, берите, делайте, мальчишки тоже. Ребят, а на сегодня все, я прям сегодня вам так все прям, да, откровенно-откровенно. Ну, в общем, вот какие вопросы, такие ответы. Поэтому еще раз поздравляю нас всех с годом моего канала, и буду стараться продолжать это дело. Надеюсь, что не будет никаких моментов, которые могли бы меня от этого дела оттолкнуть, ну, и так далее. Да, и надеюсь, что вот эта моя работа, она будет мне приносить, как сейчас, массу удовольствия, потому что я просто счастлива, что я это все нашла, что я этим занимаюсь, что это мне приносит удовольствие. Практически такой же, наверное, такой же, как я получала, ну, или нет, почти такой же. Я почти так же счастлива, что занимаюсь этим, как тогда, когда я занималась своим любимым делом. Так что, ребята, на сегодня это все. Пока-пока!